Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Ради наших зрителей я хотела бы еще раз прочитать 2 Петра 1,5. Дух Святой дал Петру список вещей, которые нам нужно добавить к вере, потому что вера — это мост, если можно так выразиться, и во втором послании Петра перечислены семь опор, которые должны быть под мостом веры. Без этих опор — мост под угрозой. Прочитаем еще раз. Прилагая к всему все старание, добавьте к вере вашей добродетели, к добродетели знания, и к знанию воздержания, и к воздержанию терпения, и к терпению благочестия или богоподобия, и к благочестию братолюбия, и к братолюбию любовь, божественную любовь Божью. Мы рассматривали первое, что нам нужно добавить к вере, потому что вера не живет одна, у нее есть компаньоны. И сказано, что к вере мы должны добавить добродетель. Слово «добродетель» в этом месте Писания означает высокую нравственность. Итак, Бог, нравственный Бог, Его Слово вводит нас в нравственную жизнь, потому что это лучшая жизнь. Аминь. Мы защищены, когда мы живем нравственно. То, что вы часть тела Христа, то, что жизнь Божья в вас, не освобождает вас от необходимости жить высоконравственно. То, что на вашей жизни есть помазание, не заменит высокой нравственности. То, что на вашей жизни есть призвание, не заменит высокой нравственности. Если на вашей жизни есть призвание, и я сейчас особенно обращаюсь к пяти дарам служения, если на вашей жизни есть призвание апостола, пророка, пастора, учителя, евангелиста, если у вас есть призвание, это значит, что к вам относятся еще более высокие требования нравственности, потому что дьявол будет атаковать вас целенаправленно, вы для него мишень. И вам уж лучше позаботиться о том, чтобы у вас была высокая нравственность. И мне не важно, сколько у вас чудес, без высокой нравственности у вас будут проблемы. Мне не важно, что вы умеете молиться и получать ответы. У вас будут проблемы, если у вас нет высокой нравственности. И дьявол с удовольствием дождется, пока вы далеко продвинетесь в своей христианской жизни. Почему? Потому что он хочет, чтобы как можно больше людей было связано с вами, когда он нанесет удар. Дьявол не мешает вашему служению расти, и вы думаете, Бог потворствует моему образу жизни, потому что он не разбирается со мной. Что-то не так, в каких-то сферах нет чистоты, но ничего не происходит. И вы продолжаете так поступать. Это вам дана милость, а не разрешение так жить. Бог дает вам шанс привести все в порядок. Он не повернулся спиной и не смотрит на это сквозь пальцы, притворяясь, что он этого не видит. Аминь. Я вам вот что скажу. Не заигрывайте с тем, что неправильно. Вы подсядете на крючок и опомниться не успеете. Аминь. Следите за тем, чтобы не подменять понятия. Ну, у меня есть вера в Бога. Это не заменит высокую нравственность. Сказано, что нужно добавить высокую нравственность к вере. Не сказано, что верой можно ее заменить. Мне не важно, сколько мест Писания о вере вы исповедуете. Если вы не живете в чистоте, у вас будут проблемы. Вы испортите свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. И вы не сможете сказать, что это сделал дьявол. При высокой нравственности дверь для дьявола закрыта. И он не может пройти через закрытую дверь. Аминь. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы знали, нравственность включает в себя непорочность и честь. Аминь. Нравственность значит быть правильным, поступать правильно, быть честным, быть верным, быть почтительным. Аминь. Если вы непочтительны к своему супругу, своей супруге, у вас будут проблемы с верой, и ваша вера будет под угрозой. Потому что высокая нравственность – это опора под мостом веры. И если вы непочтительны к своей семье, к супругу, супруге, к своему начальнику, к вышестоящим, у вас будут проблемы с верой. Потому что, когда вы будете верить Богу о чем-то, вера будет неспособна пропустить через себя нужную силу. Почему? Потому что отсутствует опора. Аминь. Итак, нравственность включает в себя честь и непорочность. Это значит поступать правильно, быть правильным, иметь правильные мысли, быть верным, быть надежным. Даже если другие не поступают правильно и не обращаются с нами правильно, это не снимает с нас ответственности поступать правильно. Если вы просто будете поступать так, как другие, ваша жизнь не будет такой, как Бог предназначил. Ну, они и так со мной говорили, поэтому и я так сказал. Видите ли, мы не берем пример с людей, мы равняемся на слово. То, что кто-то так говорит, еще не значит, что и нам так можно. То, что кто-то так поступает, еще не значит, что и нам так можно. То, что кто-то куда-то ходит и считается христианином, не значит, что и нам можно туда идти. Почему? Потому что я не иду на поводу у людей, я равняюсь на Бога. Его Слово – мой стандарт, а не жизнь других людей. Аминь. Даже если другие не поступают правильно и не обращаются с нами правильно, это не освобождает нас от того, чтобы поступать правильно и быть правильными. Аминь. Ну, знаете, я бы простил, если бы они пришли и покаялись. Знаете ли вы, что Бог простил вас прежде, чем вы покаялись? В момент рождения свыше вы просто приняли Его прощение. Он простил вас до того. Вы ждете, чтобы кто-то покаялся перед вами, чтобы отпустить обиду на этого человека, выйти из непрощения. А что, если он никогда не покается перед вами? Обида – это проблема с непорочностью. Если вы обижены, вам недостает непорочности. Почему? Потому что Бог не обижается, а мы равняемся на Него. Аминь. Непрощение или горечь по отношению к кому-то – это проблема с непорочностью, согласно Божьему определению. Но вы не знаете, как они со мной поступили. Нет, но вот что я знаю – тот, кто в вас больше, чтобы сделать ваши поступки выше их поступков, чтобы сделать вашу реакцию выше их реакции. Аминь. Аллилуйя. Ну, я просто не могу простить их. Нет, не говорите, что вы не можете. Скажите, как есть, что вы не хотите. Вы можете. Вы можете. И слава Богу, Дух Святой вам поможет. Он поможет вам жить высоко нравственной жизнью. Он не оставил вас жить высоконравственно, полагаясь на свою силу воли. Он не оставил вас жить высоконравственно, полагаясь на свои эмоции. У нас есть помощь Слова и Святого Духа. Из-за того, что Он в нас, у нас есть способность простить кого угодно, жить в свободе от обиды на кого-либо, не иметь горечи никому. Мы наделены силой, потому что мы черпаем от Него. Если вы будете вынашивать обиду, подогревая ее, подпитывая ее, говоря об этом, размышляя об этом, вы окажетесь на крючке. А вы просто ее отпустите. 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 Аминь. Аллилуйя. Книга Притч 11.3 Притчи 11.3 Здесь сказано, непорочность прямодушных будет руководить их. Знайте, Дух Святой не поведет вас в обход непорочности. Куда бы Он вас не повел, это будет путь непорочности. И если вы говорите, у меня нет никакого конкретного водительства в сердце по поводу этой ситуации, тогда задайте себе вопрос, как бы поступила непорочность? Потому что вами руководит непорочность. Аминь. Знаете, многие люди не хотят, чтобы ими руководила непорочность, потому что они держатся за свои деньги. Но иногда нужно сделать то, что сделала бы непорочность, а не то, что сделала бы ваша чековая книжка. Ну, слава Господу. Иакова 1.4 И мне особенно нравится перевод Филипса. Он звучит так. «Будьте людьми непорочности без слабых мест». Без слабых мест. При непорочности все в вашей жизни укреплено. Нет слабых мест. Кто из вас знает, что дьявол не может проникнуть через укрепление? Он может проникнуть только через слабые места. Аминь. И когда непорочность сильна, нет уязвимых точек, через которые мог бы проникнуть дьявол. Аминь. Итак, при высокой нравственности дьявол не сможет к вам проникнуть. К тому же, ваша вера будет правильно работать. Если вы хотите, чтобы ваша вера правильно работала, нужно жить в непорочности. Это касается и денежных вопросов. Хотите немного об этом поговорить? Не приносите в жертву веру, чтобы сохранить деньги. Не поступайтесь своей непорочностью ради того, чтобы не расстаться с деньгами. Это обойдется вам дороже этих денег. Вспомним Иосифа. Братья продали его в рабство, когда ему было около 17 лет. Они причинили ему зло. Он им зла не причинял. Они причинили ему зло. Продали его в рабство. Быв продан, он верно трудился в доме рабства, и там его ложно обвинила жена господина. И господин бросил его в тюрьму. В тюрьме он пробыл 12 лет. За преступление, которое не совершил. И, казалось бы, могло возникнуть плохое отношение к Богу. Потому что люди склонны винить Бога в действиях других людей. Никогда не обвиняйте Бога в том, что делают люди. Бог не имеет никакого отношения к действиям людей, которые совершены в неправедности. Однако так часто с людьми что-то происходит, и они тут же начинают винить Бога. Это бесчестно. Это невысокая нравственность. Аминь. Если люди поступили неправильно, это люди поступили неправильно. Бог не поступил неправильно. И Иосиф понимал это. Он не затаил горечи на Бога за то, что он отсидел 12 лет там, куда его посадил человек. Итак, он был в тюрьме долгих 12 лет. И пока он был пастушком у своего отца, пока он был рабом Патифара, пока он был заключенным, у него не было денег. Ни в одном из этих мест он не распоряжался своими деньгами. Так? Чем же он распоряжался? Самим собой. 12 лет он работал над собой. Хранил правильное сердце, хранил правильные мысли, хранил правильное отношение, хранил правильное общение с Богом. Ведь 12 лет в тюрьме – это одна из самых мрачных ситуаций, в которой можно оказаться. Его голову атаковали все возможные давления, а он сохранил правоту. В какой бы гнетущей ситуации вы ни оказались, вы не обязаны быть подавленными. Как же не быть подавленными? Делайте то, что правильно. Мыслите правильно. Держитесь за то, что правильно. И 12 лет он работал над собой, в мрачной гнетущей ситуации. Он отказался впустить то, что его окружало, вовнутрь. Вот что такое высокая нравственность. Вот что такое непорочность. Вот что такое честь. Не позволить окружающим обстоятельствам определять, что вы за человек. Ваше самоопределение идет изнутри наружу, а не снаружи вовнутрь. Многие лишают себя лучшей жизни, потому что позволяют тому, что происходит вокруг, определять, что им впустить в себя. Тот, кто в нас больше. И мы живем изнутри наружу. То есть мы изменяем ситуации. Когда мы приходим, все вокруг становится лучше, потому что высокая нравственность пришла, потому что непорочность пришла, честь пришла. Когда собирается родня, раздоров не должно становиться больше от того, что вы пришли. Если все стало хуже от того, что вы пришли, вы что-то делаете не так. А вы должны быть непорочны. Должно стать мирнее и приятнее. Должно прийти улучшение взаимоотношений, а не напряжение и разногласия. Аминь. Хотите, чтобы ваша вера работала? Для этого нужна крепкая опора высокой нравственности под мостом веры. Аминь. Важно, как вы обращаетесь с людьми, потому что когда-нибудь посреди ночи вам понадобится чудо. Когда-нибудь в неожиданный момент вам понадобится работающая вера. И если вы позволяете себе обиду, горечь, непрощение, резкие слова, которые разъедают опору высокой нравственности под мостом веры, ваш мост веры рухнет, как раз, когда он вам будет нужен. Аминь. Жизнь веры заключается не только в вере. Это жизнь высокой нравственности. Это правильные поступки. Жизнь согласно Слову. Аминь. Не споры со Словом. Почтение к Слову. Аминь. Аллилуйя. Итак, с Иосифом скверно обращались. Его притесняли со всех сторон. Но он не позволил себе сорваться, выйти из себя. Почему? Он работал над собой. Он хранил себя в потоке высокой нравственности. Откуда нам это известно? Потому что там, в тюрьме, Бог давал ему истолкование снов в помощь другим людям. Вы знаете, что он истолковал сны двух человек, которые оказались в тюрьме вместе с ним. Помните эту историю? И Бог дал Иосифу ответ для них. Но заметьте, Бог все еще не говорил с ним об ответе для него. Аминь. Кто из вас знает, что настоящая вера нужна не только для вас, а для того, чтобы быть благословением для других? Вера нужна не только для вашей жизни, а для того, чтобы вы были благословением еще для кого-то. И поскольку Иосиф не таил горечи, он был все еще способен получать откровения от Бога. И эти откровения помогали. А потом пришло время, когда фараону приснился непонятный сон. И он потребовал, чтобы мудрецы, так называемые мудрецы, его истолковали. Он рассказал им сон и потребовал от них его истолкования. Но они не смогли найти истолкование даже на основании рассказанного сна. И они сказали, «Ты просишь невозможного». Но мужчина, которому Иосиф помог, сказал, «Минуточку, один человек помог мне два года назад». У него был двухлетний провал в памяти. И Иосифа вытащили из тюрьмы, умыли и привели к фараону. И Иосиф рассказал ему истолкование его сна. И потом дал ему Божью идею о том, как защитить нацию. На основании того, что раскрывалось в этом сне. И фараон сказал, «У кого еще такая мудрость? Я назначаю этого человека возглавить экономику, чтобы защитить нашу страну от грядущих семи лет голода». Фараон сказал, «Я поставлю человека, у которого есть божественная мудрость». Задумайтесь, задумайтесь. Еще утром он проснулся в тюрьме, а спать пошел вторым человеком в нации. Обратите внимание, он был поставлен не просто управлять людьми, но управлять экономическим будущим Египта. Фараон доверил экономическое благосостояние нации в руки человека, который никогда не распоряжался своими деньгами. Будучи пастушком, он ими не распоряжался. Будучи рабом Патифара, он не распоряжался собственными деньгами. Будучи заключенным, он не распоряжался деньгами. Что я пытаюсь сказать? Неналичие денег делает вас квалифицированными, чтобы распоряжаться деньгами. Ваша высокая нравственность, ваша непорочность, ваша честь определяет, можно ли вам доверить большую степень процветания. Так часто люди поступают со своей непорочностью и честью, чтобы заполучить деньги, не осознавая, что это путь к банкротству. Я никогда не променяю честь на деньги. Никогда, никогда не променяйте свою честь на деньги. И что делал Бог, чтобы поднять человека для руководства экономикой Египта? Бог использовал ситуацию, в которой он находился, чтобы сформировать человека. Он созидал его изнутри в той тюрьме. Я вам скажу, степень нашего процветания и продвижения зависит от того, что у нас внутри. Аминь? От нашей непорочности, нашей чести. Слава Господу! Это значит, что для больших денег нам нужно быть достаточно большими внутри. Многие хотят больших денег, но ваша внутренность должна быть большой. Аллилуйя! Нам нужно поступать честно, со всеми людьми и всегда. Если мы хотим продвижения в жизни, хотим, чтобы наша вера о финансах работала. Невозможно высвобождать веру о финансах, когда вы воруете втихаря. Ничего не выйдет. Когда вы обманули брата, провели кого-то финансово, и пытаетесь высвободить веру. Поймите, невозможно верой компенсировать недостаток высокой нравственности, потому что вера не замена высокой нравственности. Если вы неправильно обращаетесь с людьми в денежных вопросах, а потом высвобождаете веру об обеспечении, ничего не выйдет, потому что ваш мост веры ненадежен, под ним нет опоры высокой нравственности. Вы спросите, что же делать, если я узнал в этом себя? Покайтесь и справьтесь. Поступайте правильно с этого момента, и Бог поможет вам, если вы покаетесь, но только если вы не продолжите жертвовать братьями ради денег. Если вы не будете вредить телу Христа, лишь бы получить больше денег. Бог не привел вас в поместную церковь ради сделок. Бог не привел вас в поместную церковь, чтобы вы могли расширить свою клиентскую базу. Я не позволяю такого в этой церкви. Ладно, если на парковке кто-то говорит, мне нужно кое-что построить, и кто-то отвечает, я могу с этим помочь. Но я говорю о людях, которые приходят в церковь с целью найти клиентов для своего бизнеса. Здесь это не пройдет. Почему? Потому что мы не принесем в жертву то, ради чего помазание собирает людей. Помазание не собирает людей ради того, чтобы у вас в кармане появились деньги. Помазание собирает людей, чтобы благословить их, изменить их жизнь. Оно не собирает людей ради вашего бизнеса. Аминь. Слава Господу! Вы не должны приходить с намерением одолжить у людей в церкви деньги или выманить деньги, рассказывая кому-то о своей тяжелой ситуации. Не делайте этого, потому что вы идете на компромисс со своей верой. Бог выйдет вам навстречу. Он выйдет вам навстречу, если вы высвободите свою веру. Но не наносите вред телу Христа ради денег. Не портьте свое место в теле Христа ради денег. Мы видим, что Иосифу можно было доверять, потому что его внутренность была чистой. Его внутренность была правильной. Он держался за свою непорочность. Вам не нужно быть на высокой позиции, чтобы обучаться для высокой позиции. Бог будет обучать вас и смотреть, годитесь ли вы для высокой позиции, потому как вы ведете свои будничные дела. Как вы говорите со своим супругом, своей супругой. Как вы относитесь к своему начальнику. Что вы говорите о своем начальнике. Когда другие работники его обговаривают, что делаете вы. Именно так можно выявить вашу пригодность или непригодность. Аминь. Вам не нужно быть на высокой позиции, чтобы быть пригодным для высокой позиции. Вам не нужно взбираться по лестнице. Иосиф не взбирался ни по каким лестницам, чтобы добраться до вершины. Все, что он делал, это разбирался с собой, работал над своей внутренностью, хранил непорочность и честь, и высокую нравственность в очень тяжелых темных обстоятельствах. Он держался своей непорочности, и Бог смог поднять его всего за несколько часов на вершину. Почему? Потому что настоящий труд был совершен во мраке той тюрьмы. Аминь. Бог квалифицирует вас по вашим ежедневным поступкам. В них вы показываете Богу свою пригодность или непригодность. Аминь. Вы должны поступать честно со всеми людьми и всегда. И я говорю о финансах. Не хитрите, если вы хотите, чтобы ваша вера работала. Если вы должны оплатить счет, значит должны. Не притворяйтесь, что вы этого не знаете. И если с вами пытаются связаться, не избегайте тех, кому должны. Если вы что-то должны, не увиливайте. Это значит не переставать принимать звонки, не переставать приходить куда-то. Это значит поднять трубку и сказать, «Я плачу это. Я прошу у вас милости. Я решу с вами этот вопрос». Если вы будете честны, Дух Святой поможет вам, потому что это непорочность взять ответственность. А попытки сбежать от ответственности ослабят вашу жизнь веры. Аминь. Не сердитесь, когда кто-то напоминает вам, что вы должны денег. Если вы сердитесь, что тот, кому вы должны денег, говорит с вами об этом, у вас проблемы. У вас внутренность нечиста. Ваша внутренность не в порядке. Ваш разум не в порядке. Если вы должны, значит вы должны. Аминь. Не злитесь на кого-то просто за то, что он пытается получить от вас то, что вы ему должны. Ну, он должен лучше со мной обращаться. Послушайте, если вы должны, значит должны. Ну, слава Господу. И не пытайтесь выкрутиться. Говоря, я верю Богу о благоволении. Бог не станет помогать вам быть нечестными и неблагонадежными в своих обязательствах. Если вы откровенно и честно разговариваете, это другое дело. Но не манипулируйте отношением своего сердца просто из-за того, что вы кому-то должны. Ну, слава Господу. Аллилуйя. Позвольте мне кое-что затронуть. Просто, чтобы помочь людям. Не покупайте в магазине вещи с намерением вернуть после того, как используете их для какого-то мероприятия. Это непорядочно. Позвольте повторить. Не покупайте вещи, сохраняя чек, потому что они понадобятся вам только однажды. Вы храните чек, используете вещи, а потом возвращаете их. Вы нечестны. Вы нечестны. Так ведут себя воры. Если я что-то использую, я никогда не возвращаю это. Никогда. А есть люди, для которых это стратегия. Они покупают что-то только на один раз, сохраняя чек, а потом возвращают эту вещь. Это нечестно. Это нанесет урон вашей вере, потому что Бог это видит. И дьявол это видит. И недостаток это видит. И недостаток знает, где вас искать. Слава Господу! Давайте добавим высокую нравственность к нашей вере. Мы любим то, что чисто. Мы любим то, что правильно. Мы любим то, что непорочно. Абсолютно в каждой сфере. Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok